Лидеры Азербайджана и Армении намерены на следующей неделе начать в Брюсселе новые мирные переговоры по Нагорному Карабаху. Два года назад Азербайджан сумел военным путем установить контроль над значительной частью этого региона. Тогда при посредничестве России удалось добиться прекращения огня. Теперь, когда Россия проводит военную операцию на Украине, в Азербайджане, по мнению наблюдателей, посчитали, что настал удачный момент для продолжения начатого в 2020 году. Жители одного из здешних сёл заявляют, что их вынуждали покинуть дома. «Пришли враги, пытались зайти в нашу деревню. По громкоговорителям призывали нас уходить. Вы на территории Азербайджана. Если дорожите жизнью своих детей, выполняйте наши законы. Покиньте территорию». Каждый день это повторялось. Гереван и Москва обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня в регионе, который контролируют российские военные. Азербайджан ответил, что действует в своих международно признанных границах и обвинил Россию в неуважении его территориальной целостности. Со своей стороны Армения призвала Россию положить конец действиям Азербайджана, которое обвинило в призывах к этническим чисткам. Россия заявляет, что её миротворческие силы принимают меры для снижения напряжённости. «Одному Богу известно, что принесли здесь люди во время войны 20-го года. Но хоть кто-то же должен теперь о них позаботиться. Мы все хотим мира. Но кто его принесёт нам?» Несмотря на взаимные обвинения в препятствовании мирным усилиям, и Армения, и Азербайджан выражают готовность вступить в переговоры для урегулирования конфликта. В этот раз они будут проходить при посредничестве Евросоюза. Россия со своей стороны заявляет, что будет активно содействовать скорейшему мирному соглашению.